здравствуйте друзья здесь демитков юрий последнее время все громче и громче звучат крики о том что вот-вот начнется кризис что вот-вот начнется спад что делать что делать что делать чем знаменуется спад как долго это будет и так далее люди в панике у меня спрашивают например если я возьму сейчас акции то они ведь во время кризиса могут и упасть вот я кризис то уже идет в полном разгаре многие кричат вот потому что еще какие у меня вопросы были другие говорят что а может быть уже пора покупать акции потому что они так сильно упали другие говорят что вот ну я сказал что я приобрел структурный продукт на золото и люди говорят блин золото как ты молодец предусмотрел год назад еще купил там больше чем год назад золото а сейчас то золото уже на хаях уже поздно брать вот некоторые говорят нефть упала страшно ее надо брать она поднимется надо брать в лонг нефть и так далее и так далее ну давайте попробуем разобраться во первых самого начала начался ли кризис давайте посмотрим на график и индекса s&p 500 посмотрите в как это не противно в программе мета трейдер от форекса вот я его для этого и держу собственно говоря вот давайте посмотрим сейчас я покажу и индекс s&p 500 вот он здесь график одна свеча это один день дневной график и вот посмотрите вот этот вот конец 2018 года видите какое падение было давайте я включу недельный индекс вот это конец 2018 года да там был резкий обвал но это был не кризис это была коррекция всего лишь понимаете даже вот это вот падение это была коррекция потом полгода индекс поднимался и немножечко в где-то апреле он припал потом снова поднялся вот сейчас вот наблюдается ну вот посмотрите на этот график что вы видите это не кризис друзья мои кризис будет когда индекс опустится вот сюда до 2000 вот это будет уже как бы пипец и сливай воду сейчас пока еще но коррекция может быть он еще и пойдет вверх это не так страшно вот теперь далее то есть смотрите друзья мои вот люди говорят золото сейчас на хаях поздно брать ничего подобного и как бы мы находимся смотрите масштабнее посмотрите вот он недельный график вы посмотрите на недельный график посмотрите если начнется кризис что будет означать недельный график покажет вам перемену тренда то есть сейчас тренд был восходящий если тренд обломится вот это будет черный какой-нибудь понедельник или вторник и будет тотальный обвал как от этого застраховаться я чуть попозже скажу поэтому смотрите это видео до конца вот а сейчас давайте вернемся к нашим индексом нашим бараном индекс s&p 500 вы видите он упал сейчас немножечко вот давайте масштаб еще изменим вот так вот дневной вот он немножечко здесь стабилизировался вот на этом уровне 2788 на данном графике вот он немножечко может быть поскачет может быть закрепится но честно говоря я все-таки ожидаю что кризисные явления они назревают они связаны с противостоянием сша и китая и это противостояние глобальное она так просто в процессе переговоров не остановится потому что речь идет о том кто главный в мире вот америка или китай и россия в этом споре конечно же ставку сделала на китай потому что россия вот я сегодня только прочитал market tweets сообщение что россия распродает трежерис американский трежерис и ну там уже совсем мало осталось и россия усиленно закупает золото в свои золотовалютные запасы то есть россия как государство ставит ставку на золото и россия закупила юань китайский и россия закупила евро и то и другое падает милань и евро сейчас в данный момент в короткий но золото давайте посмотрим на золото вот он график золото вот золото посмотрите золото растет кто-то говорил золото на хаях там золото поздно покупать друзьям и золото поздно покупать давайте попробуем вот он график Вот график уже совсем в других масштабах. Вот это вот 2010-2011 год. Вот когда золото было на хаях. Вот это 1800 долларов за унцию. А что говорит Трамп? Трамп говорит, давайте опускать доллар, давайте опускать доллар, давайте снижайте ключевую ставку для того, чтобы опустить доллар. Если доллар опустится, значит золото вырастет в цене. Соответственно, ну я по-прежнему считаю, что золото будет являться защитным активом и надо, если уж защищаться, защищать свои сбережения, то в золоте. Вот, теперь давайте посмотрим, что с нефтью. Смотрите, что такое кризис? Что такое замедление экономического роста? Кризис – это когда производство немножечко снижается, скажем так, да? Ну как немножечко, может быть и принципиально снизится. Производство снижается. Для того, чтобы поддержать производство, Трамп как раз и хочет снизить доллар, чтобы американские товары лучше покупали. И, соответственно, акции компаний, которые производят, они тоже снижаются потихонечку. Вот. И люди начинают в панике сбрасывать акции. И это еще больше стимулирует как раз падение акций. То есть вот такие вещи, как черный понедельник или вторник, они вполне себе возможны. Теперь далее. Что такое производство? А производство – это транспортные перевозки. Это нефть. Ну, почему нефть, я говорю? Потому что Россия завязана на нефти во многом. И что такое нефть? Вот нефть падает, начиная вот с 2000, с лета 2018 года, вы видите. И если начнется кризис, то нефть тоже упадет. И этот кризис, как прошлый кризис утверждал наш премьер-министр Дмитрий Медведев, он говорил, Россия будет островком спокойствия. Вот. И когда начало все падать, Россия падала в два раза быстрее, чем островок спокойствия, тонул быстрее в два раза, чем все остальное. Вот. Ну, точно так же и здесь этот кризис нас не минует. Конечно же, цены на нефть будут падать, поступления валютные в Россию будут снижаться, из развивающихся рынков будут уходить капиталы. Соответственно, Россию этот кризис коснется не просто не меньше, чем других, даже больше, возможно. Поэтому, если это будет, то надо уходить в защитные активы. И я уже сказал, что золото, как защитный актив, оно, в общем-то, не на последнем месте. И Россия именно это и делает, покупает золото. Ну, и я не знаю, почему бы не сделать это нам с вами. Вот. С другой стороны, например, Япония, вот я только что прочитал, наоборот, покупает как раз американские трежерис и американский долг. И Япония по объему государственного долга США обогнала Китай, насколько я помню, да, Китай. Вот. И стала одним из ведущих кредиторов Америки. То есть, Япония поставила, делает ставку на американский доллар, на устойчивость американской экономики. Япония считает, что Америка в этом споре победит. Вот. Что это будет, я не знаю. Это будет, в любом случае, перераспределение ресурсов. Но как же нам защититься с вами от всех этих бед? Нет. Ну, посмотрите, для того, чтобы защититься от всего этого, нужно что-то делать. Нужно либо покупать где-то золото, вкладываться в золото, либо вот наше население привыкло в доллары. А если доллар будет падать, ребята, что вы будете делать? Надо всегда быть в курсе всех этих событий. И здесь, если вот будет какое-то вот такое явление, типа черного вторника и так далее, то есть, когда будет все-все-все падать, то нужно действовать, во-первых, очень-очень быстро. Очень быстро. А во-вторых, надо разбираться. В-третьих, вот эти вот хиджировать, опять же сказать, опционы какие-то покупать. Почему бы не купить опцион? Он стоит очень дешево. Зато если случился черный лебедь, то все, ребята, вот такие события, которые резкое движение на рынке, называется черный лебедь. Он в любую сторону может быть. И на этом можно заработать на опционах просто, например. Но для того, чтобы все это сделать, надо первое, открыть брокерский счет. Если вы этого еще не сделали, сделайте это немедленно. Ссылка под этим видео будет. Биржа для чайников. Там модельный портфель, кнопочка абсолютно бесплатная. Вы сможете открыть брокерский счет. Там прямо вот детально я рассказываю, как это сделать. Ну и, конечно же, надо разбираться во всем этом. Надо разбираться, как покупать акции, как покупать облигации и прочее, прочее, прочее. Как хеджировать и вплоть до этих самых опционов. И что делать в случае вот какого-то резкого падения. Потому что когда резкое падение, там вообще торговлю с плечом дает увеличение депозита буквально в разы за день. Поэтому это вот, это окупится, друзья мои. Поэтому вы уже поняли, что если вы еще не приобрели курс биржи для чайников, это ну просто вот курс молодого бойца. То, что надо сделать. Там же видео ссылка. Ну или вот там вы сейчас видите буквочку И. Нажмите на нее, там выскочит биржа для чайников. Сейчас еще льготная цена, но она уже повысилась 7500 рублей. Я планирую с 15 сентября вернуться из отпуска. Вот сейчас вы видите, я не дома, я сейчас в данный момент в Норвегии. Вот, я вернусь и с новыми силами рванемся в бой. С 15 сентября я планирую начать новый живой курс биржи для чайников. Он будет в онлайне. Мы будем общаться с вами вживую. Это специальная программа Zoom. Я предварительно расскажу, как вам ее установить. И буквально будет и аудиальный, и визуальный между нами контакт. То есть там, скажем, 50 человек находятся одновременно в эфире. Мы, так сказать, можем беседовать. Я рассказываю, я демонстрирую экран. Я демонстрирую живой экран. Поэтому, да, и живой экран с живым терминалом, который работает в данный момент биржа. И в связи с этим я просто вынужден начинать занятие в 17 часов, потому что в 18.45 заканчивается сессия на фондовом рынке. Поэтому, ну, это время не для всех удобно. Поэтому сделано два варианта. Очный, то есть живой курс, и заочный. Заочный отличается тем, что вы смотрите не тогда, когда он идет, и вживую вот мы общаемся, а в записи сразу после занятий я оставляю записи, скидываю всем участникам. Поэтому, друзья мои, кризис – это не только время падения. Кризис – это перераспределение. Всегда. И кто окажется на высоте? Вы или кто-то другой? Решайте вы. Прямо сейчас. Ссылка снизу. Спасибо за внимание. С вами был Демитрович Юрий. Спасибо за внимание.